Меня зовут Кондратьев Алексей. Мы сейчас представляем автомобиль ФИАТ. Эта машина сделана конструкторским бюро в городе Петербург и привезена сюда на эту реконструкцию военно-сторическую для участия в самих маневрах. Машина строилась под кино, под большой проект. И, собственно говоря, в нем и участвовала. Сейчас она здесь. Как-то так. Машина полностью повторяет автомобиль того времени. То есть сохранены все основные части, крылья, соответственно, кузов, передняя часть, облицовка автомобиля. То есть все как было тогда. То есть машина полностью реконструкция того автомобиля, который существовал в 1905-17 году. А из органов управления? Из органов управления взята база от автомобиля «Газель». То есть это сердце машины, мотор, коробка. Также, собственно говоря, мосты и прочее. Остальное все изготовлено в конструкции с кемберов в городе Петербург, который производит все автомобили, которые здесь есть. То есть и броневики, и легковые машины, и грузовики. Практически эта машина, повторяю, похожа на легендарную «Полуторку». То есть та же самая компоновка, то есть тот же самый автомобиль. Поэтому «Полуторка» вытянула на своих плечах Великую Отечественную войну огромное количество грузов, людей, техники и прочее. В то время вообще как бы разначальником всех автомобилей были английские модели. Они были праворукие. Поэтому все автомобили производились праворукими. По причине того, что не было другого конструкции, придуманной еще в тот момент, с левым рулем. Потом это все как бы уже стало на свои места. Дай-ка я тоже вот сюда. Что ты хочешь тут? Неаутентично. Как будто бы настоящие. Да, это настоящие детали, которые взяты от оригинального автомобиля. Это переключение скоростей и, соответственно, тормоз ручной. Вернее, даже не переключение скоростей, это называется отбор мощности. То есть переключался в ручном режиме, чтобы машина была либо тяговая, либо скороходная. То есть то же самое, что сейчас делает, в принципе, коробка передач современная. То там в то время надо было делать вручную. Выбирать мощность. Гудок оригинальный? Нет, гудок не оригинальный, реплика тоже это. Можно в него? Да, конечно, можно. Можно. А все, больше оригинальных нет, да, получается? Ну, практически, да, больше ничего нет. А на нем сейчас можно по дорогам общую пользу? Ну, как бы, теоретически можно, конечно, но не нужно. Потому что нет ни световых приборов, ничего. Эта машина сделана для участия в реконструкциях исторических и в съемках художественных фильмов про ту эпоху, которой она соответствует. Эта машина сделана для участия в реке. Продолжение следует...